Девушки отдыхают Касках, масках и разгрузках А она все равно их сразу без ошибок узнает Где дядя Артем, а где ее любимый дядя Миша Он у меня самый любимый, дорогой, единственный, незабываемый в мире Есть такое выражение, как сын полка А это получается как дочь полка Работали мы здесь на мосту, мы по разминированию встанете Она сзади подбежала ко мне, я даже не понял, с первого обняла Я вниз посмотрел, смотрю, ручонки маленькие снизу Она начала благодарить за нас, что мы приехали, помогаем им, в помощи во всем Запомнил ее чисто по глазам По глазам и блокпостам Военные искали девочку полторы недели Нашли в поселке, освобожденном от киевских силовиков С тех пор и навещают С гостинцами, игрушками или просто так Ради горсти сорванной клубники За которой здесь, впервые не боясь обстрелов Для своих друзей ухаживает Ева Я уже насиделась там в этом подвале Я очень ждала русских А вы что плачете? Я очень рада, что они к нам пришли Что перестали у нас тут стрелять Я не могу это передать словами, да какой скепень, я рада вообще ребят видеть Я не могу больше Очень ждет, мы все очень ждем Мы всегда ждали Мы 8 лет ждали Правда Но еще наши саперы, которые работают в ЛНР Помогли исполнить заветную мечту маленькой Евы Невероятно доброй и светлой девочке Которая радуется каждому дню Несмотря на то, что ей пришлось испытать Ведь другой жизни, кроме как постоянными обстрелами У нее и не было Теперь, когда все самое страшное Позади новые эмоции и впечатления Которые и должны быть у обычного ребенка А настоящей дочери полка Именно так наши военные называют Еву Репортаж Алексея Кручинина Кажется, они могут обниматься бесконечно Малышка Ева и российские саперы Которые стали для нее лучшими друзьями Ева родилась, когда ЛНР уже бомбила Украина А поля вокруг ее родного села были начинены минами И как же ей не радоваться людям, которые пришли, чтобы всему этому положить конец Они разминировали Я к ним подбежала Обняла И сказала Что они у меня самые родные, дорогие, единственные, незабываемые в мире И что я их очень долго ждала И Бога молила за них Чтобы они к нам пришли и были живы, здоровы Я их сердцем почетовала, что это мои русские солдатики Так у саперов, кроме основной гуманитарной миссии, разминирования в ЛНР, появилась еще одна Над девочкой взяли шефство И это, говорят ребята, для них самая большая отдушина Ева настоящая дочь полка Я наша бабулечка Если они сказали, что я дочь полка, значит они все мои папы Все пережили, но дождались Главное мы дождались Теперь у нас не стреляют Нам очень хорошо, что не стреляют И мы теперь довольны Ева растет без папы И отеческого внимания ей не хватает Девочка приветливая и доброжелательная Угощает гостей свежей клубникой Показывает домашних животных Работы у саперов очень много В окрестностях тысячи противотанковых и противопехотных мин Свободное время у ребят на вес золота Но как только выдается минутка, они сразу едут сюда Два-три дня, если не увидимся, уже звонит, скучает Ну и мы тоже, соответственно Так что приехали просто посмотреть еще раз на Ева И пожелать ей хорошего отдыха Видишь этого ребенка, и она рассказывает все страсти, которые ей перенесла Вот, и я не представляю, если бы у меня было такое детство Так что, ну, выходит все не зря То есть, если хотя бы мы можем детям помогать То уже все правильно делается Отдых в России, да еще и на море Неделю назад Ева могла об этом только мечтать Узнав о трогательной истории дружбы саперов с ребенком Администрация Зеленоградска, курорта в Калининградской области Пригласила девочку в гости Провожать дочь полка саперы приехали не с пустыми руками Баловать подопечную уже стало традицией На подарки скидываются всем взводом Недавно привезли новенький сотовый телефон и ноутбук Теперь вот рюкзак, набитый вещами, которые пригодятся на море Купили тебе одежды, кепочку, очки Немножко украшений, надеюсь, тебе понравится Лично я выбирал Это, чтобы тебе не напекло голову Надеюсь, что угадали с размерами Но если что, скажешь Нравится? Очень Спасибо вам большое Будь вам здоровы И удачи вам Саперам придется немного потесниться Но это пустяки Бронемашина «Рысь» мчит Еву с бабушкой к автовокзалу Это первое большое серьезное путешествие в жизни Евы И сразу за 3-9 земель шуткали Сначала на бронеавтомобиле до Луганска Потом автобусом до Москвы Потом самолетом до Калининграда В общем, каникулы начинаются как надо Саперы сами покупают Еве с бабушкой билеты Сутки в пути и они в Зеленоградске Уже от дороги миллион впечатлений То ли еще будет, программу ей здесь приготовили богатую Это будут бассейны, это будут аквапарки Будет, конечно же, наш прекрасный променад Мы хотим погублять с ней в зоопарке В городе Калининграде Показать ей карусели Что ребенок, конечно, хотел бы увидеть Заселившись, сразу идут на море Вода пока прохладная Зато погода хорошо подходит для прогулок босиком по песку Он еще не раскаленный, а приятно теплый Морские волны, песчаный пляж, корабль на горизонте Все это вызывает восторг у девочки Будет чем поделиться с друзьями-саперами при новой встрече